Итак, следующий текст, reading passage to oxytocin, the positive and negative effect of the chemical known as the love hormone. Из данного пункта мы узнаем, что это какой-то химический элемент, известный как гормон любви. Давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Итак, вопросы 14-17, соотнести информацию. Вопросы 18-20, значит, человек и результаты его исследований. И вопросы 21-26, это цитирование. Как я говорил ранее, я бы рекомендовал всегда начинать с цитирования. Но давайте с него и начнем. Вопросы 21-26, это цитирование. Опять, читая инструкции, они нам говорят, one will only. Мы уже знаем, что это означает. Итак, давайте посмотрим oxytocin research. Во-первых, обратите внимание, что здесь у нас даны, визуально, если посмотреть, то два параграфа. Первый и второй параграф, как минимум. Что это означает? Это означает, что в самом тексте информация взята, как минимум, из двух параграфов. Давайте теперь познакомимся более детально с вопросами. Как видите, мы текст даже не читаем, мы сразу исходим из вопросов. 21-22. Так, мы, как правило, находим ту информацию, за которую можно зацепиться. Сразу мы обнаруживаем 2005 год. Очень хорошо. Далее, что мы обнаруживаем в следующем месте? Мы обнаруживаем University of Haifa. Это тоже очень хорошо. Нам будет от чего отталкиваться. Следующий момент. Это University of Antwerp. Замечательно. University of Amsterdam. Супер. Теперь идем в текст и можем посмотреть, да? Сканируя текст. Мы видим, что 2005 год у нас появляется в параграфе B. И, соответственно, зная, что цитирование идет по порядку, как правило, но 2005 год идет ответом на 23-й вопрос. Значит, вопросы 22 и 21 будут идти выше. Поэтому мы пойдем в параграф A. Теперь давайте посмотрим, можем ли мы определить, где заканчивается вопрос 26. University of Amsterdam. Сканируя текст, мы обнаруживаем University of Amsterdam в параграфе D. То есть, возможно, информация взята из четырех параграфов. A, B, C и D. Это важный элемент. Обратите внимание, что когда мы делали первый текст, и там были задания на цитирование, и True, False, and Given, данная информация никак не пересекалась, и она нам была не нужна. В остальных же ситуациях, когда у нас есть цитирование и задание на соотнесение, эта информация пересекается. То есть, то, что мы узнаем, читая цитирование и выполняя данные задания, может нам понадобиться при выполнении этих заданий. Вот поэтому мы выполняем цитирование первым. Далее мы будем выполнять вопросы 18 и 20 на соотнесение людей. И только в конечном пункте мы будем выполнять вопросы 14 и 17. Почему? Потому что уже дойдя до этого этапа, мы с большей частью текста ознакомимся. И сможем ответить на какой-либо из этих вопросов на основании той информации, которую мы получили ранее. Вот такая логика. Если вы же начнете с 14 вопроса, то вам придется сначала прочитать весь текст, и только затем отвечать на эти вопросы. Хорошо, возвращаемся сюда и начинаем читать. Что у нас здесь есть? The earliest findings. Ранние упоминания, да? Came from research. Research. Involving. Значит, идут из ранних исследований, включающих кого-то или чего-то. Здесь у нас пропущено существительное. It was also discovered that humans produce oxytocin during. Во время чего-то. Также было обнаружено, что люди производят окситоцин во время чего-то. Также пропущено существительное. Also. Очень хороший союз also. Также. То есть он выражает дополнительное действие. Что-то было сделано дополнительно. Было сделано вот это. And. Или in addition. будут являться его синонимами. Может быть, secondly. Люди производят. Humans produce. Humans produce. During. 2005. И пока до этого не идем. Значит, сканируйте. Мы предположили, что информация будет находиться в параграфе a. И начинаем сканировать. Итак, первое предложение никакого значения не имеет. Просто выводная часть, что такое oxytocin. Сканируем дальше. Итак. У нас было research. Вот оно. Studies. Research. Дальше. И что мы можем еще сказать? И что мы можем еще сказать? Involving. Involving. Это focusing. Включающие кого-то или чего-то. А здесь фокусирующиеся. Фокусирующиеся на чем или на ком. Focusing on animals. Мы установили, что здесь пропущена часть речи существительную. То есть исследования, включающие или с участием кого-чего, с участием животных. Правильный ответ. Animals. Мы установили, что правильно ответ будет вредить существительным. Эксперименты с участием кого-чего, с участием животных. Animals. Вот первый вопрос. Animals. Так, теперь нам нужно also. Discovered. That humans produce oxytocin during. Следуя логике цитирования, мы идем дальше. Итак, discovered. Discovered. Есть. Так, ну здесь информация. Вот. Следующее. Also. Also. Released. Released. Humans produce. Синонимы, да? Humans – это women. Release – это produce. During – во время. During и in – взаимозаменяемые. Теперь, во время чего? Во время чего они производят окситоцин? Они производят окситоцин во время childbirth, усиливая связь между мамой и ребенком. Соответственно, ответом на вопрос 22 будет childbirth во время рождения ребенка. Childbirth. Дальше. Наконец, переходим к 2005 году. An experiment in 2005, в котором участникам давали, обратите внимание на either, or на данную структуру. Им давали либо окситоцин, либо что-то еще. И здесь есть союз a. Это означает, что 23-м ответом будет являться слово существительное в единственном числе исчисляемое. то есть в эксперименте участникам либо давали окситоцин, либо что-то еще. И он усилил мнение о том, что гормон имеет позитивный эффект. Вот, давайте искать. Итак, мы уже установили, что ответом будет являться get-b. Так, это вводная часть эксперимента в 2005 году Маркус Хайнрикс. Идем дальше. Он попросил волонтеров. И вот the team found that participants who had sniffed окситоцин. Значит, смотрите, первая часть. Sniffed окситоцин, то есть were given окситоцин. Значит, они вдохнули окситоцин, то есть им был дан окситоцин. Sniffed в тексте в вопросе сказано were given. Значит, вот первое существовало. Им давали окситоцин, они его вдыхали через нос заранее, чем те, кто получил. Вот первое существовало окситоцин, второе were given, то есть им давали, смотрите, were given им давали либо окситоцин в первой группе, в второй группе давали, что давали, они получали, they were given, they received, received. И им давали, они получали. Вот у нас есть союз a. Первые получали окситоцин, вторые получали placebo. Также имейте в виду, что никогда правильным ответом не будет являться то слово, которое уже упомянуто в данном абзаце. Если здесь написано слово experiment, ответом никак не может служить слово experiment. Это также важное замечание. Поэтому пишем дальше, и здесь будет ответом являться слово placebo. Ни в коем случае не пишем артикль а, будьте внимательны. Во-первых, потому что он уже есть, во-вторых, в инструкциях нам говорится one word only. Закончили первые три вопроса, мы их брали из параграфов а и б. теперь сканируем информацию дальше. Значит, теперь идем дальше. Переходим к следующему. A study at the University of Haifa. Значит, исследование в университете Хайфы, где участники, так, будем смотреть participants. Возможно, в тексте его перефразируют на люди, волонтеры и так далее. Took part. Дайте внимание на время. Возможно, это также может нам помочь. Приняли участие in a. Опять-таки, 24-е слово будет являться существительным в единственном числе исчисляемым, потому что здесь написано a, артикль a. Раскрыло негативные эмоции, которые усиливало окситоцин. Негативные эмоции. Так, идем дальше. В текст сканируем информацию University of Haifa. И мы его обнаруживаем здесь в параграфе C. Volunteers, опять-таки participant, took part, приняли участие. Здесь у нас played. Где они приняли участие? Они приняли участие в competitive game. Но нам нужно одно слово, несущее слово существительное. Здесь у нас будет игра. Игра. И так же, если мы посмотрим негативные эмоции, то мы дойдем до того, что у нас есть felt more envy. Вот они, негативные эмоции. Соответственно, ответом на вопрос номер 24 будет являться слово game. Игра. Они приняли участие в игре. Поэтому in a game. Идем дальше. A study at the University of Antwerp showed people's lack of willingness to help. Lack of willingness. То есть, нежелание помогать. Нежелание помогать кому-то или чему-то, находясь под влиянием окситоцина. Итак, идем в University of Antwerp. University of Antwerp у нас находится в параграфе Так, параграфе D. Вот он. University of Antwerp. University of Antwerp. People who had received a dose of oxytocin became less cooperative. Вот оно. Unwillingness to help. Less cooperative. Help. What a deal with. Теперь, когда они показывали данное нежелание работать? При общении с кем? С кем-то или с чем-то. В данном случае у нас есть одно слово мы ищем существительное. Значит, у нас остается единственное слово, это help strangers. Strangers. То есть незнакомцам. Помогать незнакомцам. Strangers. Находясь под влиянием окситоцина. То есть, смотрите, people, которые получили дозу окситоцина, это while under the influence of oxytocin. Вот оно. received a dose of oxytocin. То есть, находясь под влиянием окситоцина. И, наконец, следующий вопрос, номер 26. University of Amsterdam. Исследование в Амстердаме показало, что люди, которые получили окситоцин, consider, рассматривают что-то, которое знакомо им в собственной стране, что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание на вот это R. R говорит нам о том, что 26-е слово является существителем во множественном числе. То есть, исследование показало, что люди, которым давали окситоцин, рассматривали что-то, которое знакомо им в их собственности стране, как более положительное, чем в других культурах. Итак, давайте вернемся в текст и посмотрим. Вот он, во-первых, University of Amsterdam. Мы знаем, что ответ будет находиться где-то здесь. Далее мы знаем, что мы ищем существительное во множественном числе. Ответ будет находиться где-то здесь. Вот она Positive words Associate Positive words Associate Positive words Здесь у нас сказано Have more positive associations Positive words Positive associations Чем с теми в других культурах. Так, теперь что они ассоциировали? Dutch name became quicker Positive words with Dutch names Чем foreign ones это Other cultures Значит, что они лучше знали? Они лучше знали Так, обнаружил, что тем, кому давали кситоцин, показывали favoritism, то есть они отдавали кому-то предпочтение. Кому или чему. Значит, они быстрее ассоциировали позитивные слова, то есть позитивные ассоциации с голландскими именами, чем с иностранными. То есть у нас здесь два слова positive words и foreign ones. То есть у нас здесь два слова во множественном стиле это words и names, но positive words positive words это и есть positive associations. А с чем они имеют позитивные ассоциации? С голландскими именами, которые знакомы им в собственной стране. Familiar to them. Чем than those from other cultures? Other cultures это у нас foreign ones. То есть мы пишем ответ names. С чем они связывали более позитивные ассоциации? Или что они рассматривали? С чем они ассоциировали более полезную информацию? Это names. Неймс. Неймс. Во-первых, они давали favoritism, то есть они что-то, чему-то они давали предпочтение. Чему? Вот они отдавали предпочтение именам, которые были знакомы им в их собственной стране, чем иностранных культур. Вот таким образом мы можем посмотреть, что ответы были взяты из четырех параграфов. вот это небольшое новшество для вас. Визуально у нас данные summary поделено на две части, но по факту оказалось, что мы использовали четыре параграфа. Теперь вот эти четыре параграфа, которые мы использовали, возможно, нам помогут здесь при выполнении вот этих заданий, к которым мы сейчас и перейдем. Теперь переходим к вопросам 18-20. Что у нас здесь? Смотрим, здесь у нас есть лист, здесь у нас есть список исследователей, их шесть, и три вопроса. Это означает, что три из исследователей являются лишним для того, чтобы сбить нас с толку. Хорошо. Теперь вот первое, что хочется сделать, это вот взять этих исследователей, пойти в текст и начинать их подчеркивать. Да, конечно, вы можете сделать это, вы можете начать искать, их исследователи подчеркивают, допустим, Маркус Хенрикс, пойти и искать каждого из них. Хенрикс здесь, весь абзац посвящен Хенриксу. Это только один из. Дальше у нас идет Симон Шамай, дальше у нас идет Бартс. Если мы перевернем страницу и пойдем дальше, то и на этой странице у нас будут дальнейшие исследователи Сью Картер, например. Вот он здесь у нас. Посмотрим в этом абзаце. И здесь у нас есть Бартс. И в этом абзаце у нас также есть Карллинг Деклерк. То есть очень много информации для того, чтобы ответить на три вопросы. Затраты усилия времени очень большие. Поэтому очень внимательно нужно прочитать инструкции. Инструкции, ребят, никогда не игнорируем. Для этого нам читаем. Что здесь написано? Итак, здесь написано Look at the following research findings. Research findings. Это один из важнейших моментов здесь. Research findings. Следующее. Match each research finding. Вот как правило в такого рода заданиях есть два момента. Например, может быть просто research finding, а может быть statement. Match each statement with a correct research. То есть здесь будет какое-то высказывание, а здесь будет соответствующий человек. Нужно будет соотнести. Но в данном случае это не statement, не высказывание, а research finding. И благодаря этому слову ситуация у нас кардинально меняется. Вот что это означает? Research finding это результат исследования. Результат исследования эксперимента, и это кардинально меняет дело. Давайте посмотрим, что имеется в виду. Вот зачастую в IELTS рейдинге описываются какие-либо эксперименты исследования. И эксперименты исследования, как правило, состоят из двух частей. Первая часть это общее описание исследования, вторая часть это его результаты. Вот давайте возьмем к примеру какого-нибудь человека Маркус Хейнрикс. Вот эксперимент, да? Эксперимент, эксперимент. Маркус Хейнрикс и его коллеги в университете Фрайбургрун. Вот описывается его общее что они проводили в данном эксперименте. опросили волонтеров и так далее. Вот это общее описание эксперимента. А вот его результаты The Team Found. Вот что нужно смотреть. Очень важно The Team Found. То есть вот здесь информация, которая дается для данного типа вопроса, она не важна, потому что нас интересуют Research Findings, результаты исследования. Поэтому нас интересует то, что идет после The Team Found That Participants и так далее. Это на примере Маркуса Хенрикса. Давайте пока вопрос разбирать не будем. Возьмем что-нибудь следующее для примера и сравним. К примеру, следующий у нас идет Симона Шамай Contrasting Outcomes Итак, Jennifer Bartz Found далее Found обнаружил Что он обнаружил? Что окситоцин улучшает Her Research Also Shows Исследования также показывает То есть вместо того, чтобы искать всю информацию, которая дается про Симона, Шамай, про Барте, Хенрикса и других, мы будем искать только то, что говорится после The Team Found, Research Shows, Results и так далее. Вот таким образом мы будем находить важную и нужную информацию. Возьмем следующее для примера. Another Discovery Итак, Conducted by Carlin de Klerk Revealed Вот следующее слово Revealed Обнаружила Исследование обнаружила Исследование Studies Revealed То есть The Team Found Revealed Showed The Results The Outcomes Вот что нам нужно искать. Какие-то результаты действия. Таким образом мы уже сокращаем информацию, которую нам нужно искать. Теперь мы возвращаемся к вопросам. Вот у нас 18, 19, 20, три вопроса. Нам нужно посмотреть на ключевые моменты. More Trusting Смотрим здесь ключевые моменты. More Trusting Affected by Exit Hosting Мы смотрим эти вопросы и думаем не читали ли мы что-то уже здесь. Потому что как правило в такого рода заданиях когда есть у нас цитирование а также соотнести либо параграфы либо компании либо ученых зачастую информация которая была дана вот здесь она будет использоваться и вот здесь. Поэтому нам нужно вспомнить до того как мы начнем делать данное задание мы можем вкратце прочитать данное summary и нужно даже читать весь текст потому что то что дано в четырех абзацах приведено здесь в кратком его варианте то есть основная информация приведена здесь вспомнить о чем говорилось здесь после этого перейти к данным вопросам дальше окситосин increases feelings of jealousy и эффект varies from one type of person to another теперь нужно вспомнить читали ли мы уже что-то похожее ранее вот если вы вспомните о том что допустим feelings of jealousy чувство ревности когда мы разбирали параграф C при выполнении summary здесь у нас было they beat others other players and felt more envy when others won то есть смотрите those who inhaled the hormone имеется ввиду окситоцин те кто вдыхал окситоцин showed more pleasure when they beat other players когда они вдыхали и побеждали других и чувствовали себя более завислими когда выигрывали другие соответственно под воздействием окситоцина он увеличивал чувство ревности зависти и кто у нас это обнаружил если мы сюда вернемся параграф C данное исследование в университете хайфы проводил Симон Шамай Цури вот found that Симон Шамай found то есть это результаты исследования found that то о чем я говорил ранее результаты исследования поэтому здесь в 19 вопросе мы можем смело сказать что это у нас be be и здесь мы его вычеркиваем Симон Шамай потому что в инструкциях у нас не сказано что мы можем использовать какого-либо ученого дважды вот например смотрите здесь есть nb nb это примечание you may use any letter more than once то есть какую-то из букв можно использовать дважды здесь же это не сказано что какой-то ученый может быть в двух этих вопросах правильным ответом поэтому мы его сейчас вычеркиваем далее когда мы читаем мы начинаем искать соответствующую информацию по ученым но именно по результатам исследования и нам нужно искать результаты исследований и мы начинаем вспоминать Маркус Хенрикс и Хискаликс что они сделали да они попросили волонтеров инвестировать деньги в человека который не гарантировал что он будет честным однако под воздействием окситоцина они давали больше денег чем те кто получил плацебо то есть окситоцин оказывал большее воздействие на их доверие то есть трансцин более доверчивый под воздействием окситоцина здесь это сделано довольно таки сложно на самом деле перефраз не очевидный не явный в этом и является его сложность но тем не менее то есть здесь по смыслу люди более доверчивы когда им давали окситоцин нежели чем те которые получали плацебо вот согласно данному эксперименту те кто получал окситоцин через нос они давали больше денег чем те кто получал плацебо то есть они больше доверяли кто это обнаружил это обнаружил у нас хенрикс в этом 18 вопрос мы пишем A Маркус Хенрикс данный вопрос довольно сложный если вы не успеваете по времени можно конечно попробовать наугад но вот такая логика и наконец последний 20 вопрос влияние окситоцина меняется в зависимости от одного типа человека к другому у нас остаются 4 ученых и начинают сканировать текст а именно результаты исследований вот допустим Карлин Деклерк Карлин Деклерк revealed вот здесь у нас идет меняется в зависимости от одного человека к другому нам нужно найти что-то то что меняется здесь у нас говорит о том что люди не хотят помогать вспоминаем про голландские имена Деклерк говорит больше Деклерк нигде не упоминается поэтому уйдем просто методом исключения Деклерка убираем да вот здесь Хенрикса убираем Деклерка убираем дальше дальше смотрим следующего Карстен Дебрел согласно Дебрел но здесь даже нет его результатов исследования то есть то что он обнаружил found research results и так далее поэтому даже можем не рассматривать Дебрел его уберем остаются у нас Бартс и Сью Картер проблема с Бартсом небольшая в том что он встречается вот в этом абзаце и так же встречается ранее Бартс Бартс у нас встречается в Си и Бартс встречается у нас в И а Сью Картер встречается только в Ф вот смотрим что у нас в Ф вот Сью Картер и результаты ее исследований не обнародованы то есть опять-таки руководство с принципом что нас интересуют research findings результаты исследований Сью Картер мы можем убрать остается Дженнифер Бартс но давайте найдем ответ где находится Бартс посмотрим здесь в Си и так Бартс и исследования found that it improves people's ability to read emotions нет про изменения ничего нет также окситоцин снижает снижает что cooperation in subjects взаимосвязь взаимодействие про изменения нет в этой части в параграфе Си тем дальше идем в параграф и читаем про результаты здесь и так смотрим has recently shown has recently shown показал Бартс показал has shown that in almost half of the existing research results вот они research results есть findings окситоцин influence only certain individuals только определенных людей only certain individuals or in certain circumstances определенных людей в определенных обстоятельствах то есть не всех подряд что это означает это означает что воздействие окситоцина меняется в зависимости от одного человека к другому вот еще есть слово influenced influence воздействие влияние influence как мы знаем является синонимом слова effect я уже много раз говорил о том что важность знания синонимов сложно переоценить effect influence impact одно из часто упоминаемых слов в IELTS поэтому здесь мы пишем что это Jennifer Barts C ключом к выполнению данного задания и экономии большого количества времени являлось внимательное прочтение research findings и обнаружение их в тексте еще раз напомним что research findings оформляются в виде таких слов как the team found revealed research results вот такими словами у других же допустим у других ученых сью картер не было ни слова о результатах исследования поэтому таких людей можно было сразу исключить если бы вы пошли другим способом и искали каждого человека и читали бы всю информацию о них это было бы заняло большое количество времени и наконец мы можем перейти к вопросам 1417 которые у нас уже смотрите мы уже прочитали весь тек все параграфы поэтому мы можем на основе задания которые мы уже сделали попытаться ответить на вопросы 1417 эти вопросы сложны поэтому мы их оставляем напоследок также обращаем внимание на примечание где сказано you may use any letter more than once то есть это означает что какой-то из параграфов может повторяться дважды например 14 и 15 будет ответ a и a зачастую когда они дают такое примечание они так и делают используют какой-то из абзацев дважды также логика может заключаться в следующем если они ни один ответ не брали до этого нигде то есть смотрите когда мы выполняли цитирование и вопросы 18-20 мы брали ответы из параграфов практически из всех параграфов но мы не использовали параграф f при условии реального экзамена когда у вас будет мало времени особенно учитывая что какой-то из параграфов может использоваться дважды я бы написал везде f если бы у меня не было времени выполнять это задание и я бы знал что у меня еще стоит третий текст на очереди с большой долей вероятности один из этих ответов будет являться f потому что он нигде не использовался ни в вопросах 18-20 ни в вопросах 21-26 итак для начала давайте посмотрим и выделим ключевые слова beneficial effects reasons maybe complex period period of time конечно имеется в виду little scientific attention так ignoring research data и нужно вспомнить что из этого мы уже ранее читали встречали вот допустим beneficial effects мы встречали здесь positive effects смотрим positive effects positive effects и смотрим где у нас это было это было здесь когда мы разбирали параграф b про хендрикса вот позитивный эффект окситоцина people become more charitable здесь мы разбирали что они становились более доверчивыми когда давали деньги человеку которого они не знали люди становились более благотворительными далее better at reading emotions communicating constructively universally enhance the positive aspects of our social nature то есть мы смело можем сказать что 14 вопрос это параграф b однако мы еще параграф b не убираем потому что у нас есть примечание you may use any letter more than once что мы можем использовать одну букву более одного раза так и остальные остальные не вспоминаются поэтому придется читать более детально мы закончили здесь и мы не рассматривали параграф f поэтому возможно есть смысл пойти в параграф f потому что 15-16-17 скорее всего один из них будет являться f поскольку ielts любит использовать как правило весь текст крайне мере в такого рода заданиях информация должна использоваться из всех параграфов давайте посмотрим что у нас есть параграф f у нас есть слово perplexing perplexing слово интересное потому что оно означает сложный запутанный perplexing и опять-таки у нас есть слово complex complex и perplexing синонимы данного рода задания они сложные если вы не можете какой-то из них выполнить ничего страшного допускается выполнять наугад некоторые из них то есть один-два из четырех это уже очень неплохо я вам сейчас просто показываю где находятся ответы такого рода вопросов очень часто ответом или подсказкой может служить лишь одно слово и довольно-таки сложный его paraphrase здесь больше идет по смыслу отталкиваемся от слова complex и от слова perplexing далее далее у нас идет в целом влияние окситоцина стало более сложным что еще сказано про него что он воздействует на примитивные части мозга такие как амигдала и также у него есть множество воздействий на практически все то есть здесь мы говорим про эффект это влияние окситоцина также мы здесь видим слово affects effects вот похожие слова и perplexing совпадение имеется соответственно 15 это идем далее a mention of a period of time in which oxytocin attracted little scientific attention либо people ignoring aspects of their research data остается читать текст более внимательно сканировать искать что-то про период of time возвращаясь назад сканируем текст и находим в параграфе b for eight years for eight years в течение восьми лет it was quite a lonesome field это была одинокая область то есть for eight years это period of time a lonesome field research вот смотрите research не привлекало никакого внимания это была одинокая сфера 16 это b то о чем говорилось в начале что you may use any letter more than once вот теперь можно параграф b вычеркнуть чтобы его не использовать еще раз и остается семнадцатый people ignoring certain aspects of their research data и зная что некоторые слова которые имеются здесь они будут встречаться и в тексте но в перефразированном варианте сканируя текст дальше мы и находим вот это предложение в параграфе e research took no notice take no notice выражение является синонимом слова ignore research data игнорирую ну допустим здесь некоторые аспекты это у нас результаты семнадцатый вопрос это параграф e итак мы закончили с вами второй текст который оказался по своим заданиям конечно намного сложнее чем первый где мы видели классическая версия цитирование true false and given в этом тексте мы полностью текст не читали здесь мы конечно должны были читать его более внимательно потому что задание у нас более сложное и требует детального изучения также у нас здесь есть цитирование мы начинаем с цитирования затем переходили на список исследователей и только потом к данному типу задания где требуется найти параграф в котором содержится следующая информация почему мы его выполняли последним потому что на основании данной информации потому что на основании тех данных которые мы прочитали мы могли бы ответить на какой-то из этих вопросов если бы мы начали с него то нам бы потребовалось читать все параграфы очень внимательно и затем отвечать на них это неэффективно и затратно по времени поэтому мы всегда оставляем такого рода задания напоследок если мы не можем найти какой-то ответ то стараемся писать тот параграф который мы не использовали в предыдущих заданиях то есть здесь вопросов 18-20 и вот здесь 21-26 то есть Продолжение следует...